Лучники на стрельбище Республиканского лыжно-биатлонного центра – зрелище редкое, но уже вполне привычное. В декабре прошлого года сборная России по очеребиатлону впервые провела сборы в Саранске, а в марте у нас прошел чемпионат и Кубок страны по этому виду спорта. И вот настало время познакомиться с новой дисциплиной – летней разновидностью очеребиатлона под названием «Ачери-кросс». Здесь спортсмены передвигаются по трассе бегом на своих двоих, а лук со стрелами, которые зимой надежно закреплены за спиной, несут в руке всю дистанцию. Чемпионат России проводится в один день и включает в себя только одну дисциплину, а через спринт. Тем не менее, к главным летним стартам лучники готовятся долго и ответственно. Спортсмены тренируются, готовятся, делают контрольные тренировки у себя в регионах, готовятся к этому старту, потому как это важный старт. От пять человек, у мужчин и три, у женщин лидеры выполняют нормативы мастера спорта. Соответственно, люди готовятся, это значимый старт для них. За медали чемпионата страны боролись 23 женщины и 29 мужчин. У представителей прекрасного пола дистанция 2,5 километра. Сильному полу предстояло бежать 3,6 километра. За время соревнований спортсмены дважды забегали на огневой рубеж. Один раз стреляли стоя, второй раз с колена. Именно стрельба является самым сложным этапом соревнований. Это только кажется простым, говорят спортсмены. На самом деле, стрельба из лука требует максимального напряжения. Работа с двух рук без упора, а еще сильно зависит от ветра. Я, если честно, меня вот звали, когда стрелять, я думал, что это легко. На самом деле, это очень тяжело. Очень много нюансов. То есть, такой, ну, кажется, страны, что легко стрелять. На самом деле, вот, кто попробует, тот, ну, как бы, поймет, что это очень тяжело. Очень тяжело именно сам натянуть вот эту сетиву, удержать руку все ровно. После выстрела контролировать срыв, ну, то есть срыв и после выстрела контролировать руку. Ну, достаточно тяжело, надо тренироваться. И тогда будет результат. Алексей Тимофеев, представитель сборной Самарской области, является живым примером того, что в А-черебе атлоне может найти себя представители других видов спорта. Сам он легкоатлет и лук взял в руки только в этом году. Прошел стрелковую подготовку и поразил всех результатом на чемпионате страны, оставив за собой на финише титулованных участников гонки. Серебряным призером чемпионата России стал Роман Летягин из команды Челябинской области, бронзу Владислава Кирютина из Калуги. Возможно, профессиональному бегуну было легче справиться с рельефной трассой, говорит победитель. Хотя легкая пробежка не получилась. Я просто всю жизнь бегал без лука, а тут меня заставили как бы бегать с луком. И я такой, поначалу, первые два этапа, когда бежал, у меня очень болела рука, именно предплечье. Вот. И со временем уже на тренировках, тренировки с подбежками, мышцы закачиваются и становится все легче и легче. Но, честно сказать, на последнем километре я хотел куда-нибудь этот лук деть уже, потому что мне было с ним очень некомфортно бежать. Вот. Ну, приходится бежать. В этом году в дружном, но не самом многочисленном сообществе очеребиатлонистов произошло пополнение. В чемпионате России приняли участие лучники из Санкт-Петербурга. Саранск хоть и стал теперь одним из центров проведения соревнований по очеребиатлону, своей федерации этого вида спорта пока не имеет. Но некоторые наши биатлонисты уже пробовали свои силы в стрельбе из лука. Пусть и неофициально. Следующий выстрел – за спортивным руководством республики. Анастасия Мишкина, Игорь Гангаев. Программа «Наш спорт». Анастасия Мишкина, Игорь Гангаев. Программа «Наш спорт».